На президентских выборах в Чили кандидат от коалиции левых сил под названием «Одобряю достоинство» Габриэль Борич, получивший 56% голосов во втором туре, уверенно победил консервативного соперника Хосе Каста. Сразу после объявления результатов голосования на улице столицы страны Сантьяго вышли сторонники Борича, празднуя его победу. К исполнению обязанностей главы государства 35-летний Габриэль Борич должен приступить в марте. В современную историю Чили он войдет как самый молодой президент. В течение последних семи лет политик являлся депутатом Нижней палаты чилийского парламента. В ходе выборов Борич обещал окончательно похоронить наследие генерала Пиночета. Он выступает за увеличение налогов для богатейших граждан страны, повышение уровня образования и расширение социальных программ. Чилийцы, я принимаю этот мандат смиренно и с чувством огромной ответственности. Перед нами стоят гигантские задачи. Я знаю, что в ближайшие годы на карту будет поставлено будущее нашей страны. Поэтому я ручаюсь, что буду президентом, который заботится о защите демократии, не подвергает ее риску, слушает больше, чем говорит, стремится к единству и ежедневно думает о нуждах людей. Я буду решительно бороться за то, чтобы у нас в стране не было кучки привилегированных граждан и чтобы каждая чилийская семья жила благополучно. Соперник Борича, 55-летний Хосе Антонио Каст, представляет партию «Христианско-социальный фронт». В ходе кампании он, наоборот, отмечал позитивные изменения, произошедшие за время диктатуры Пиночета. Брат Каста, Мигель, какое-то время был советником генерала. Интересно, что первый тур выборов выиграл как раз Каст. Тогда, в ноябре, его поддержала консервативная часть чилийцев, среди приоритетов которой семейные ценности, христианские традиции и борьба с ростом числа мигрантов из таких стран, как Венесуэла и Гаити. Из-за антииммигрантской риторики Хосе Каста чилийская пресса часто сравнивала с Дональдом Трампом. Но набрать большинство голосов во втором туре Касту не удалось. Хотя Борича поддерживали чилийские коммунисты, он сумел вовремя убедить избирателей, что не станет проводить радикальных реформ. Это и обеспечило ему победу. Хосе Каст поздравил победителя с избранием и выразил надежду на политическое сотрудничество. Прежде всего я хочу поздравить Габриэля Борича. Он заслужил всеобщее уважение. Он выиграл справедливо. Многие чилийцы ему доверяют, и мы надеемся, что его правительство будет эффективным. Мы хотим помогать нашей нации теми средствами, которые у нас есть, и с учетом наших законных политических разногласий. Прислал поздравления будущему главе государства и действующий президент Чили Себастьян Пиньера. Я хочу поздравить Габриэля Борича с его триумфальной победой и пожелать его будущему правительству большого успеха. Чилийские политологи указывают, что успех президентства Борича будет зависеть не только от него самого и его партии. Ведущий орган страны Конституционная конвенция работает сейчас над редактированием Конституции Чили, принятой еще в эпоху генерала Пиночета. Если всенародный референдум утвердит новую Конституцию, Конвенция получит право потребовать проведения внеочередных президентских выборов. Вадим Оленчев, Александр Берган, Настоящее время Америка, Вашингтон.